Я так полагаю, что мы, в принципе, можем начинать. Я не знаю, может быть, Ириша, вы сделаете стартовое слово? Хочешь, чтобы я начала? Так, а все у нас уже присоединились? Да, и потом мы едим боком, да, продолжим. Ага, хорошо. Так, Лен, ты присоединилась? Да, да. Ну чего, так, Фион готовы? Да. Так, меня, наверное, видно. Всех приветствую. Рада вас всех видеть. Большим приветом из Дубая. И знаю, что некоторые из вас будут видеть скоро здесь. Да, поэтому вас с нетерпением жду. И хочу сказать о том, что вчера у вашего руководителя отдела и нашей прекрасной Елены был день рождения. Поэтому можете в Zoom слайд свои поздравления. И я надеюсь, что эта трансессия, которую вы сегодня проводите вместе с Мадиной, с Леной, принесет большие результаты, как обычно, приносит. И мы с вами еще большими темпами будем развивать вьетнамский рынок. Да, будьте креативными, будьте активными, инициативными, потому что я думаю, что с Леной и с Мадиной вы сможете реализовать все свои идеи, потому что я знаю, какие вы на самом деле творческие, и какие вы на самом деле такие сплоченные. Вот, поэтому я знаю, каких результатов вы можете добиться. Да, все, я на этом завершаю. Прощаюсь с вами, с кем-то до скорой встречи. Большой удачи и успеха. Всего доброго. Передаю слово тогда Мадине. Лен, передаю тебе слово. Стартовое скажешь, в общем, по смыслу, а дальше я уже по блогам. Да, извиняюсь, я вылетала прямо на минуту. Мне слово передали, да? Да. Ну ты прям как раз на самом деле. Всем привет, спасибо за поздравление. Очень рада всех видеть, уже знакомые, родные лица. Мы сегодня с вами собрались, чтобы сделать, разработать план развития вашего региона. Не будем делать долгую подводку и сразу приступим к действиям. Передаю слово Мадине. Сегодня мы встречу разобьем на определенные блоки. И сейчас расскажу, что именно мы будем обсуждать с вами. Круга встречи с вами сегодня у нас будет, что мы будем обсуждать с вами. Что сейчас на данный момент есть в вашем сообществе и какие запросы есть у вас? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на вопрос о том, какие есть еще дополнительные запросы от ваших целевых аудиторий. Нgoài ra, то sau buổi hôm nay, tôi cũng sẽ đưa thêm câu hỏi cho các bạn, để các bạn có thể phản hồi, có thể có những mong muốn gì từ phía đối tượng, mục tiêu của các bạn, các bạn có thể chia sẻ trong phản hồi đáp. Далее, мы рассмотрим по каждому направлению деятельности сообщества, какие инструменты можно будет на все эти запросы применить. Sau đó, chúng ta sẽ xem hoạt động của Tungge Thị Trường và xem sẽ có công cụ làm việc. В заключение, мы с вами проговорим, какие задачи вы возьмете, то есть, соответственно, какой план действий мы, в принципе, выработаем для того, чтобы начать, скажем, новый вид tок в развитии вашего сообщества. Và phần cuối cùng là chúng ta sẽ xác định mục tiêu, nhiệm vụ và chúng ta sẽ lập ra cái bản kế hoạch. Các bạn sẽ cần phải làm được bước gì để phát triển tích trương của mình? Và đôi chút về phần kỹ thuật thì tôi cũng đã gửi câu hỏi và những lời đáp thì tôi cũng đã đưa vào trong phần chương trình Mira, Miro. Все дополнения и все, в принципе, что сегодня мы будем обсуждать буду фиксировать я сама на вот таких стикерах. Và tất cả những phần bổ sung hôm nay, những lòng góp của bạn hay những gì nhận của tôi, tôi cũng sẽ đưa vào, bổ sung vào những phần, những cái ô như thế này, như tôi chỉ, ô 1 hồng, 1 chồng. Và sau đó thì tôi sẽ gửi đi dịch và các bạn cũng sẽ nhìn thấy kết quả của cuộc gặp này chúng ta trong tình tiết. Но прежде чем мы начнем, помните, мы один раз с вами пробовали это делать, но нам не хватало времени, на самом деле, для этого. А инструмент на самом деле хороший. Поскольку вы обладаете хорошей долей креатива, то я хотела бы начать вот буквально с 5-минутной разминки. Và trước hết là cái phần này chúng ta cũng đã từng thử rồi. Và tôi biết là các bạn cũng rất là sáng tạo. Cho nên trước khi bắt đầu thì tôi muốn khởi động một chút cùng với các bạn. Говорят, для того чтобы прокачивать как раз свой креатив, нужно делать, ну как бы одно из упражнений, соответственно, нужно делать что-то необычное. Но если не каждый день, то хотя бы регулярно, например, там каждую неделю пробовать что-то новое. Người ta nói là để phát triển cái sự sáng tạo của mỗi con người thì nếu mà không cố gắng được mỗi ngày thì ít nhất là một tuần. Một lần cũng phải nên làm thử, thử mình với một cái thử thách gì mới, một cái việc gì đó mới. thử thử của mình thì thử chúng ta Gast. Chúng ta là một tử thử thử, theo d Molly, thử thử để thử thử drawn trong việc c,. chẳng ra những tử là những thử 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 sáng tạo của nó, Trip năm tới để đột tử thử thửiTA Thử comfort h forum để kmy xin ch укưng và thử 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 thử. Nhィ nghĩ thử hopefully, hãy liege các bạn, В первую очередь, у меня сын в последнее время стал просить ходить разными дорогами, то есть он ходит в детский сад и ему стало интересно осваивать новые пути. Например, в обычной жизни, у меня есть сын, у меня есть сын, у меня есть сын, у меня есть сын. И сейчас он очень нравится И я смотрю на него, что он хочет узнавать что-то новое, я решила взять для себя такое обязательство быть любопытной и попробовать йогу на гамаках, то есть такая воздушная йога. Поэтому я прошу голосом подключиться любого, кто хотел бы поделиться, что нового было в ближайшее время, я хотела попробовать для себя. Это как раз учить йога на чехе в доме, в доме, в доме. Я хочу рассказать, что в жизни вы уже не имеете в виду, Я не могу попробовать, что-то новое, но вы очень рады с этим. Вы можете подключить микро и подключить. Главное, чтобы не стесняйтесь. Это просто разминка. Вы можете просто начать. Вы просто не спрашивайте, что-то не спрашивайте. Айда, вы можете подключить, что-то новое, что-то новое. Для разгона тоже можно сказать. Могу сказать я, да. Лена, вы можете подключить? У меня похоже, только я хочу наконец-то похудеть. Для этого я пойду впервые в спортзал. Я думаю об этом уже с самого начала года. Я думаю, что это очень важно. Я всегда отвечаю к моему весу. И я думаю, что-то очень много. Я думаю, что-то очень много. Что-то с парашютом или пожить месяц на Бали. Или что-то еще в этом роде. Кто-то не хочет, да? Кто-то не хочет. Но мне, как я знаю, это очень много. Я думаю, что-то очень много. Но я думаю, что-то уверен. Какой-то так, что я помню. Но мне новый — как я вспоминаю все-таки профессионально занимается еще танцами, да? Если я не учусь, я не учусь, я не учусь, но я не учусь. Я не учусь. Непрофессионально. На любительский уровень очень хорошо, я помню. Я учусь. В прошлом году я учусь, потому что я не учусь. Но я не учусь. Она говорит, что в новом году, наверное, то, что вы видели, это просто не сложные движения. Я просто репетировала. А так профессионально не занималась. Было ощущение, что профессионально. На всяком случае, не сложные. Мне кажется, это было довольно-таки нормальное упражнение. Хорошо. Хорошо, спасибо. Ну давайте, не будем задерживаться, пока разминку по поводу себя немножко оставим в стороне. И дальше продолжим именно по теме нашей встречи. Сейчас обратите внимание на демонстрацию экрана, то что сейчас показывается в эфире. Я буду сейчас зачитаю, что дали нам в ответах, и будем задавать уточняющие вопросы. Сейчас посмотрите на экране. То, что есть на данный момент, мы поняли, что есть группа в Фейсбуке, есть чат группы в зала и для информации, и для совместных эфиров, плюс еще развивается Тип-Топ и Ютуб. Сразу такой вопрос относительно Фейсбука и зала. У вас эти группы, они по какому принципу у вас созданы, для каждой, например, провинции или для каждого лидера отдельно? Какая там логика у вас выстроена? Расслем яблоку. Расслем, яблокую, спасибо за интересное. Яблоку вам это выстроена в фейсбук или вы elegите группы в Фейсбуке? Какие учащенные компании, или вы выстроены в фейсбук или вы хотите отказываться из-за advising? А что вы будете отказываться в объеме? Почему вы делаете группы в Веденшем? Ну вот непонятно, я понимаю, что они делят на группы, но какой принцип непонятный? Вот поэтому я говорила принцип какой? Географический или по относительно там лидера какого-то определенного, по какому принципу? Ясно? Продолжение следует... 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 Примерно, в семье я уже поднимаю, мы перешимы с другими презентациями. Например, в семье я также поднимаю, я тоже многое, которые учили в семье, но сейчас мы все равно равномерный, как и терпится в семье, Она тоже дополнила, что группы в зало, у нее структуры не такая еще большая как у меня, и у нее в зало, да, ее инвесторы, которые, конечно, еще не разделились на мелкие группы, но у нее пониже структура, она делит группы по занятиям, то есть занятие прошло, встреча прошла, присоединились новенькие, вот у нее вот группа, другое занятие с какой-то датой, и вот группа объявилась вот так вот по занятиям, по обучениям, которые проходят, такое распределение у более низшего уровня. Она спросила вот вопрос про то, что как они делят, это для чего сейчас, то есть для развития группы или что вы хотели понять? Нам тоже, смотрите, нам тоже надо понимать принцип, потому что, например, по опыту, как мы делаем сейчас в, ну, к примеру, в Киргизии, мы как раз-таки объединяем людей в один большой чат, ну, потому что в Телеграме там, ну, как бы до 200 тысяч даже можно собирать людей, то есть общий чат у нас такой, где в целом, но вполне возможно, что в дальнейшем мы будем делать именно по отдельным регионам внутри страны. Я говорю, привет. В lengе-ный-о. В Lakesh�, то есть интеракция, то есть вы выберите, теми или эти датこれ очень на volta, потому что мы можем рассказать сделать проходирование в Большой цвет, которые говорят, это точка, как вы понимаете. И вообще, в целом получается, смотрите, вопросы уточняющие мы задаем для того, чтобы понимать общую картину. Нам очень важно понимать, с чем мы имеем дело, в том числе в каких-то деталях, где у нас не хватает этой информации. Поэтому идут эти уточнения. Вопрос в том, чтобы я нанесу больше информации о том, как вы работаете, чтобы мы получили информацию о том, чтобы мы получили информацию о том, чтобы кто-то ответил. Например, какие большие мероприятия, какие средние, какие малые проводятся? Вопрос в том, что уточняющие человека отчествует участие, которые вы можете узнать в том, чтобы вы могли запустить новые, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cảm ơn các bạn đã theo dõi DimaTorzok Või 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 Возвращение календарь событий, 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 которые происходили с периодичностью. Например, раз в месяц, вот такое название мероприятия, раз в неделю, но не всегда получается, потому что СМИ влияет, иногда есть какая-то негативная информация идет, и нам приходится сдвигать, чтобы не повлияло на результат мероприятия. Поэтому периодичности, наверное, чтобы этот календарь, чтобы понятно, периодичность, такого заранее нет. В основном лидеры из ЗАЛО приглашают мероприятия. Ну, как распределение в начале Линь говорила, в общем, они следуют вот такой схеме. Вопросы, точняющие, насколько... Я прям задам, и потом она продолжит. Насколько вот такие неоднозначные ситуации влияют, например, на проведение каких-то больших мероприятий? Вот это отмены или сдвигы, да, я так правильно понимаю? Ткачим Минь, как субтитров, например, субтитры, на проведение ключевых мероприятиях, record, субтитров, на овладение следует... Продолжение следует... Chúng tôi hoạt động thu hẹp lại Giống như là năm vừa rồi Phải đến năm vừa rồi Chúng tôi cũng không tổ chức sự kiện cuối năm lớn Từ triệu tâm trở xuống nữa Mà chỉ những nhóm nhỏ tất nhiên cuối năm với nhau Sau đó có khách mời các lãnh đạo, các thủ lĩnh ở trên thôi Chứ không có một tổ chức quy mô lớn được Bây giờ thực sự là thường xuyên nhất Nó chỉ là những sự kiện có thể gặp nhau được Chúng tôi chỉ có thể làm được dưới dạng Như chị Hạnh Vân đã nói Là những buổi offline game Tức là buổi game của các khóa học Chúng tôi sẽ định kỳ là 3 tháng 3 tháng có một khóa Thì sẽ có cái kết thúc của nó Thì cái lịch của nó sẽ có một buổi offline Mà đi chơi với nhau dã ngoại Và kết hợp học tập luôn Thì nó có thể thường xuyên được thôi Còn lại thì các sự kiện lớn hẳn là Hiện tại là chúng tôi đang chưa xác định Là quay trở lại với sự kiện lớn Nói nâng nhạc À lẽ thì nó влияют Nhưng chúng tôi quyết được Nhưng chúng tôi quyết được Bởi vìinch đối xác định Nói dụng 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 наш график, и уже в больших, после этого больших мероприятиях таких привлекающих вниманий мы не делаем. На самом деле сейчас более часто и регулярные мероприятия можно назвать обучение, встреча, которая происходит раз в три месяца, то есть там проходит обучение-обучение онлайн, потом раз в три месяца завершающая встреча оффлайн, кемпинг, или они куда-то уезжают, вот как Ван говорила, залив, куда-то вместе собираются, вот это бывает раз в три месяца. Такие можно даже назвать это уже большим мероприятием, а так вот в основном по группам, по лидерам. Поняла. Хорошо, давайте тогда следующую, перейдем к следующему этапу, мы зафиксируем основные запросы, которые есть у вас, и, ну не знаю, запросы, либо какие-то места, которые хочется подтянуть, если вам будет что-то добавить, то можете сказать, конечно. Итак, первое, что я поняла, что я это нет или мало мероприятий, которые были бы по интересам, что касается спорта, искусства, ну и вообще в целом. И также потребность, как я поняла, совместно обучения, либо у каких-то привлеченных, специалистов, ну профессионалов, либо выезды за границ, ну посредственно из Вьетнама. Но, как-то есть. Другая, из глобального, это поддержка от компании, в плане, я так поняла, и каких-то стратегических вопросов относительно сообщества, и в том числе финансовая поддержка. Абсолютно. В том, что выездные за границу из Вьетнама это, наверное, неправильно перевели, имеется в виду, что люди, которые хотели бы вместе заниматься иностранными языками. В том, что язык, то предпочтение какое, например, выездные за границу. Я так полагаю, что английский, да? Да, и финансовая поддержка, она тоже писала. Давайте сразу уточню, поскольку мы остановились уже на этих пунктах, когда обученные специалисты, например, профессионалы в каких-то сферах, какие темы прежде всего хотелось бы укрепить в своем сообществе? Да, и финансовая поддержка, какие-то сферах, какие-то сферах. Да, и финансовая поддержка. Да, и финансовая поддержка. Да, и финансовая поддержка. Потому что мы пришли в эту компанию из разных сфер, и профессионально делаем все сами, насколько мы знаем, чтобы правильно организовать мероприятие, эффективно, интересно людям, что там нужно говорить, какие игры нужно, как все это делается правильно, хорошо бы тоже знать. Хорошо, знаете как, мне кажется, что вот этот вопрос я поставлю в задачу прямо сейчас сразу, поскольку я прям вижу, это просто пример, а нам прям, ну, нужно же понимать, для дальнейшего плана, какие темы нужны будут, поэтому я в задачу сразу закину, что нужно будет расписать эту тему. Поэтому спасибо, например. Спасибо, что я уже рассказываю. Теперь я думаю, что это очень приятно. И я добавляю в эту тему, что нужно делать. И я добавляю в эту тему, чтобы мы наступили к программе. И еще там был один момент по поводу финансовой поддержки. Это тоже, скорее всего, более подробно. Я прошу расписать тоже отдельно. Но на данный момент можно тоже в качестве одного-двух примеров, что именно имею в виду. И я добавляю в данный момент по поводу финансовой поддержки. Я добавляю в данный момент по поводу финансовой поддержки. Я добавляю в данный момент по поводу финансовой поддержки. Я думаю, что в основном это для организации больших мероприятий. Или выездных мероприятий, поддержка от компании в виде финансовой поддержки. А так, например, даже если группа по интересам, группа изучения английского языка, преподавателям мы сами можем взять, разделим деньги. Это не проблема. А вот большие мероприятия, организации и выездные мероприятия. Хорошо. Хорошо. И еще прям заключительный вопрос, и потом перейдем в следующий блок. Это по поводу... Сейчас момент, что я не было времени переводить с переводчиком, поэтому я переводила с Google переводчиком. Поэтому, возможно, не точности. Я написала по поводу онлайн-обучения. И было как с точки зрения получения новых знаний, так и с точки зрения, я так поняла, каких-то жизненных компетенций. Вот здесь точно ли я ее правильно поняла и что здесь именно имелось в виду? Да. 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 в том, что мы находимся в том, что, мы в том, что нашиlarистики, какbo-то, что мы видим, что наши старые комиссии родные, которые активно используются большие колонии, которые тоже слишком много, также получили влияние возраста за apoyo новостей, много общественных Feelings вы делаете какие-то очень многое влияния. Урагаем плывание, Продолжение следует... 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 с сертификацией в Вьетнаме, чтобы получить все права действовать в Вьетнаме официально. И мы очень надеемся, если будет поддержка на документах в юридической сфере, чтобы мы могли заниматься своим любимым делом и не бояться полиции, не бояться, что нас могут прикрыть в любой момент, то было бы очень хорошо. Спасибо. Ну да, на самом деле работа в этом направлении ведется. Да, я знаю, что мы в этом направлении в Вьетнаме, чтобы получить все права действия в Вьетнам. Я очень надеемся, что это произошло. Вьетнаме, 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 вьетнаме. Вьетнаме, 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 сглссссссс – вьетнаме. после уже когда уни beast лет vaig осуществить, я хочу добавить обучение, что мы очень хотели бы получить от компании, то есть у нас есть мероприятия, которые лидеры делают, который мы поддерживаем своих клиентов и инвесторов, но хотелось бы от компании, чтобы проводили обучение про навыки инвестиции, почему надо инвестировать именно сюда и какую выгоду получают люди, инвесторы, которые приходят и остаются с нами. От компании периодически хотели бы получать такую информацию. Хорошо, я прям динфицировала. Хорошо. Но còn ai có ý kiến không ạ? И второе, это обучение. Как разговаривать, коммуникации и как разговаривать, как вести разговоры с людьми, когда много, и когда на сцене, например, стоишь с аудиторией. Как правильно себе… Это больше ораторская, да? Да, ораторская история. Ну, смотрите, как будто бы я две части услышала, потому что, например, как вести переговоры – это одно, и оно тоже полезное, и ораторка – это тоже второе. Больше ораторство она говорила. Угу. Угу. Класс. Ну, как возможность, второе тоже зафиксирую. Угу. Угу. Хорошо, спасибо. Угу. 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 Хорошо, давайте мы тогда к следующему блоку перейдем. В этом блоке мы по разным направлениям рассмотрим, вернее, мы предложим какие-то варианты. Раскроем, что именно предлагаем. И, возможно, вы еще будете дополнять, что-то корректировать, возможно, что-то уже идет у вас в реализации, а что-то действительно будет новенькое – это точно. Угу. не успела тебя спросить. Мероприятие, может? Ну, давай. Ну, там имеется в виду какие-то детали раскрыть, потому что я там зафиксировала, что мы можем сделать, а там просто раскроешь. Хорошо. Смотрите, уже сейчас к переводу. Первое направление, которое мы рассмотрим, это каналы коммуникации, в том числе, в основном, это мессенджеры. Да. Và điểm đầu tiên chúng tôi muốn phát triển thì кэнх гiao tiếp của chúng ta sẽ là các messenger, ví dụ như ở Việt Nam thì là Zalo. расскажу давайте исходя из нашего опыта то как мы сейчас выстраиваем в тех регионах с которыми мы начинаем работать. и теперь я начинаю В этом контентуане, учитываем как те новости, которые выходят от компании, так и именно региональные новости. Пример обязательных рубрик, которые регионов дают, это истории, истории партнеров о том, как они чего-то добились, то есть его рода история успеха. И второй подвид таких историй, это история о том, как вообще пришел сюда в компании у человека. Такая рубрика в целом позволяет вообще получить такую картинку, что когда человек видит человека, который сюда пришел, по каким причинам, вот он видит, что он тоже такой же новичок был, что его привлекло в этой компании. Такие истории всегда интереснее читать, чем когда просто новости от компании. И плюс еще появляется большая доля доверия, потому что иногда привлекают какие-то знакомые лица, кого там они знают и так далее. То есть вот формируется вот этот базовый элемент доверия. И это конечно неизвестный метод от компании, то есть это поддержка для нас, что мы сюда находимся в generating кемидах. Здесь можно на самом деле получить ко мне, что у нас есть маленькая piLook, но мы просто на самом деле. В принципе, на самом деле нам нужно будет работать на то, что мы с вами видим точнее. Здесь можно будет работать на ситуацию, где мы видим, как и на самом деле. И если ты петь, то есть мы разом, когда мы Oops, не можем работать на то, Вообще, в целом, здесь, на самом деле, перечень этих обязательных рубрик я вот в том документе, который соберу для вас, я там прям дополню, чтобы сильно не останавливаться на этом, но в целом вы там поймете, что там больше про людей, там больше именно там про результаты конкретных людей, чего они достигли, какие статусы, например, за месяц им удалось достичь. Получается, мы раскрываем прям стараемся говорить о людях. В следующем году мы применяем к регионам, это единый стиль в дизайне, это относится как к общему оформлению, то есть как выглядят, например, социальные сетители, как выглядят конкретные мессенджеры, но и дизайн имеется в виду, если даже какие-то посты выходят, то они тоже выходят в едином дизайне у всех. Продолжение следует... 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 Решение состоит в том, что когда человек заходит в чат, ему выходит автоматическое приветствие от бота. Но там не просто, например, приветствуем тебя, ну и там какое-то сообщение короткое к вновь вступившему человеку в чат, но и дополнительные ссылки сразу выдаются, где человек может пройти по этой ссылке и базово прочитать всю необходимую информацию о том, куда ему, ну не знаю, нужна информация непосредственно о компании или непосредственно о каких-то ближайших новостях, либо куда вообще в целом обратиться за помощью. Но базовая информация для новичков в таких автоматических приветствиях очень сильно помогает на старте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также хотим, в первую очередь, на русскоязычное пространство запустить этот формат. Это подкасты. Пока это будет в тестовом формате, у нас будет отдельное направление, отдельный человек, который будет за это отвечать. Дальше расскажу, в чем его особенность. Мадин, я не очень понимаю, сама не очень понимает. Можете подразумевать. Смотрите, это получается, вот как бывает радио. Привычно же для нас, что вот, например, мы включаем какую-то волну, ну там, FM-волну, и подключаемся, нам что-то рассказывают, именно какая-то радиопередача. А подкасты, это получается, что вы в аудиоформате, простые передачи, тематическую, да. И это может на разных площадках быть, причем на разных устройствах. Там Apple подкаст, причем они на разных площадках, и можно просто вот дойти и послушать вообще с любого устройства. Ну, с телефона прежде всего, но можно, в принципе, компьютера без разницы. Ну, с телефона прежде всего, расскажу подробнее. То есть получается, что есть там один или два ведущих, которые ведут этот подкаст. Есть, возможно, там приглашенные эксперты. И получается, что мы, ну как вот, мы, например, когда видим в социальной сети, мы с глазами смотрим в основном. А это, получается, аудиоформат, он такой, конечно, больше для более молодой аудитории, но более удобный. Ты в любое время можешь подключиться, там, не знаю, заниматься даже домашними делами или еще чем-то, ну, то есть в любое время подключил в машине, в дороге, и тебе удобно прослушать. Причем темы, знаете, такие, которые будут как раз не только про новости компании, то есть сам, возможно, будет раскрываться что-то коротко, но также вообще более глобально, там, тема, возможно, экологии, тема касающейся инвестиций. И так, чтобы люди более объемную информацию получали, и дальше еще объясню, почему объем. Да, 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 да. Субтитры делал DimaTorzok Получается, что вот как раз в последнем запросе, который говорили про отдельное обучение, которое бы объясняло людям, а почему вообще инвестировать нужно в этот проект. Вот как раз в подкасте это в том числе будет затрагиваться, потому что там будет рассматриваться, как вообще в целом про цикл экономики, про то, как вообще в целом наша история технологий человечества приводит к тому, что мы сейчас находимся на определенном этапе развития, который ведет за собой вот как раз вот прям ближайший прорыв, в том числе среди транспорта. И в общем получается, что общий смысл ведем от глобального к частному и в том числе к проекту, для того, чтобы широкая часть аудитории вообще понимала, а откуда взялся Транснет, откуда взялся, ну как технологии имею в виду. И почему вообще в целом мы там переходим к струнным технологиям, почему это вообще в целом актуально. Вот в том числе в этом формате будет соединяться, вот как я еще раз говорю, от глобального к частному. И это будет очень интересный формат. Это будет очень интересный способ. Ton О. Продолжение следует... 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 писать, показывать свою экспертность, либо писать, если они умеют именно писать, о каких-то важных темах. И причем, смотрите, опять-таки смотрим, тематика нашего сообщества не упирается же только в струнные технологии. В целом это можно расширить, посмотреть на финансовую грамотность, на инвестиции, как второе направление. Третье – это экология. Ну, там можно подобрать эти темы дополнительно, это как бы по желанию. И вот, собираясь в такой редакции, человек получается, что прокачивается именно в своих навыках писать или преподносить свою тему, они растут, и в итоге получается, что, а вы, получается, возможность распространять идеи и информацию именно от сообщества. В данном истории, в частности, здесь есть отдельные конėcias музыке, звук защиты, но этой tare, можно использовать специальные программы, которые, интересно, и вообще passionately,ая g 만слыков, лиmişа – это представительные программы, но, всем Zapặtтам, как раз- zien подко Klпову иде TakesатьIX интересные свидетельства, когда-нибудь сейчас включение реальничества и москhetto конфлик у carn maj, В этом видео мы с вами поговорим о том, что мы с вами работаем, И еще один момент, затрону поверхностно, потому что в целом это сейчас, скажем, будет в разработке, и для того, чтобы это вообще в другие регионы внедрять, нужно время. Вы частично это применяете, гимнификацию, то есть то, что вы делаете какие-то награды за баллы, чтобы они у вас набирали баллы, соревновались друг с другом, это все есть. Но для того, чтобы это централизованно внедрить именно через мессенджеры, в том числе, чтобы человек оттуда получал на платформе адаптации, которая у вас тоже скоро, образовательная платформа, которая у вас откроется, если сделать вот как раз сквозную гимнификацию, то есть человек именно за определенные целевые действия будет получать баллы, для того, чтобы это сделать все системно продуманно, это мы будем делать, реализовывать. Но именно здесь я просто обозначу, что это в планах развития, в том числе и вашего региона. Мы сейчас закончили. Сейчас перед тем, как перейти к следующему блогу по социальным сетям, там будет немного, но тем не менее, если есть какие-то вопросы, можете их задавать сейчас. Và trong cái phần thông tin giao tiếp này, kết nối mọi người với nhau này, thì tôi đã chia sẻ một số mục rồi. Nếu mà các bạn muốn bổ sung thêm gì, chia sẻ thêm gì, hay là có câu hỏi, thì các bạn thêm, bật mic lên và nói với tôi. Vâng ạ, cho tôi phát biểu. Ở đây tôi thấy cái phần kế hoạch là công ty sẽ đưa ra những cái thông tin, sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển về nhóm gia lô của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đang có một cái ý kiến là có lẽ là chúng tôi cũng sẽ chuyển sang dùng Telegram. Chúng tôi sẽ chuyển dần cộng đồng sang Telegram. Và ưu điểm thứ nhất là nhóm sẽ được lớn hơn. Ưu điểm thứ hai là những cái vấn đề kỹ thuật, và những cái vấn đề mà để tạo sự thu hút, hay là khi mà có người vào thì chào, hay là sắp xếp dài liệu theo sư mục, hay là v.v. Rồi là thông tin bằng âm thanh, thì cái đấy các bạn đã có những chuyên gia rất là giỏi và là làm được ở bên Telegram, chúng tôi có thể học hỏi được luôn. Chứ nếu mà chúng tôi chuyển sang gia lô, chúng tôi không làm được những cái điều này. Và các bạn thì lại cũng không biết về gia lô để mà đào tạo chúng tôi. Nên là để mà hợp tác được tốt nhất, thì chúng tôi sẽ chuyển sang Telegram. Tức là cái phần cộng đồng mới, thì sẽ chuyển sang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nên là lộn đồng mới và choよろしく tôi đẹp. Nên là lộn đồng, chúng tôi sẽ làm được hợp dõi. Nên là phần cộng đồng là điểm, bạn hãy v. пока в целом, будет настраиваться именно в Телеграме. Ну, то есть представляете, да, что это разные платформы, то есть это будет там, например, личный кабинет, это одна образовательная платформа, плюс чаты сообщества, то есть три, получается, грубо говоря, площадки, которые будут стягивать информацию в одном месте, и у нас пока интеграция будет именно с Телеграмом. Поэтому, если, естественно, мы перейдем, то есть какой-то период в любом случае переходный понадобится, то это будет как раз вовремя, потому что для того, чтобы внедрить гиммификацию нужно время, вообще в целом, и прописать, и затестировать. Поэтому это очень хорошо, что переход будет, и потом уже можно все внедрять. Tôi rất vui với thông tin này. Нếu mà các bạn, vì là để chúng tôi sẽ dịch tất cả và thực hiện được tất cả những cái này sang cả tiếng Việt, thì chúng tôi cũng cần thời gian. Thứ nhất là với thị trường Nga, thì chúng tôi cũng sẽ phải mất thời gian để viết và thực hiện, thực hiện tất cả điều này. Và nếu mà chúng ta có cái thời gian chuyển dần sang Telegram để các bạn quen với những thứ mà có trong Telegram, thì bây giờ là lúc chuyển rất là hợp lý. Và cho đến khi chúng tôi xong, thì các bạn cũng đã quen, tiếp xúc trong Telegram, và tương tác trong Telegram. Thì trong phần thời gian tới, chính trên nền tảng này, chúng tôi sẽ tạo điểm thưởng, cũng là trên Telegram này, phần đào tạo và phần chat chung, tất cả là thực hiện hết trên Telegram. Cho nên các bạn chuyển dần sang là vừa. Еще сейчас одно дополнение будет. Лена сейчас скажет, добавит. Да, также. Также в Telegramе у нас сейчас работает по договору исполнитель, который разрабатывает большой многофункциональный chatbot. И этот chatbot будет нести различные функции, от того, что там можно узнать все про компанию, до сбора балов и получения на эти балы какие-то, ну, плюшки от компании, да, там, мерч и так далее, до рефералы, промокодов. То есть, в общем, это большой большой bot, который будет облегчать работу всем, он будет автоматизированный и людям будет интересно там потыкать по кнопочкам. Да, 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 да. Да, да, да. Если вы получите несколько точек, вы получите квадрат. Когда вы получите квадраты, вы не получите времени, вы получите много информации и вы получите какие-то точек. Блок социальных сетей, он прям супер небольшой будет, потому что у вас в принципе на хорошем уровне уже выстроено. Чем-то просто дополним. В целом у нас есть уже заведенный аккаунт Инстаграма именно в целом для региона Вьетнама. Здесь также будет контент план единый вестись и также дизайн. Также для этого Инстаграма в дальнейшем будем предусматривать возможность использования таргетированной рекламы, такой платный, и плюс еще подключение определенных, скажем, воронок, это когда, вот помните, как мы объясняли чат-бот, который будет в Телеграме? Здесь тоже будет своего рота чат-бот для того человека, который, например, только подключился к Инстаграму. И то же самое можно будет оттуда человека прям переводить, например, на определенные мероприятия, на встречи и так далее. То есть тоже там можно установить автоматизированную систему. И также в этом направлении планируем взаимодействие сбой, Что здесь подразумевается? Это либо платная реклама, либо какие-то совместные, возможно, эфиры. И плюс еще третье направление, что тоже, возможно, будем развивать, это то, когда мы привлекаем, скажем, лидеров мнений, которые не относятся пока к компании, но в которых есть определенное влияние привлекать их. И в том числе, возможно, приглашать в туры Эко-технопарк. В целом, по мере погружения, когда мы будем с вами взаимодействовать, возможно, еще появится какие-то инструменты, которые мы сможем с вами поделиться относительно других социальных сетей. Но это, я думаю, что это в дальнейшем. А пока этот блог, пока мы завершаем по социальным сетям, тоже если есть вопросы, можете задавать. Ну и дальше у нас интересный блог, что мероприятия. Тем не менее, у вас это сильный блог, но есть еще некоторые предложения. Ян, тогда тебе передаю сейчас слово, если что, я думаю, что можно дополнять. Ага, да, хорошо. Прямо одну секунду. Сейчас Мадина, я тебе сообщения пересылаю, посмотри, пожалуйста. Хорошо. Так, мероприятия. Что мы здесь предлагаем, да? Мы предлагаем работать на все три группы. На эмоции, на доверие и на обмен опытом. Меня слышно? Да, 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 слышно, Лен. Да, можно переводить. Или надо больше говорить. Я ее не слышу. Меня слышно? Да, да, все слышно. Да. Кто-то начал что-то говорить? Ну вот, да, давайте еще раз повторю, что блок мероприятия, и мы предлагаем новые форматы в трех блоках, которые будут работать на эмоции, на доверие, на обмен опытом. Ну вот, да, 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 да. Да. Абмен опытом. А, да. А, да, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Из того, что мы слышали, что у вас есть... Извините. Из того, что мы слышали, что у вас есть, это внутренние большие мероприятия для партнеров, организованные собственными силами. Я понял, что в Вьетнаме есть какие-то события, которые проводят кинфи, которые проводят собственными силами. Мы предлагаем добавить в большие мероприятия такие форматы, как участие в больших либо отраслевых мероприятиях, но не в SkyWorld Community, а, например, в каких-то отраслевых форумах, конференциях. Или, например, это могут быть какие-то лайфстайл события, типа всемирные забеги, какие-то разные тематики. Например, выходить на внешний рынок участвуя своим сообществом. То есть, например, прийти на какое-то мероприятие в своем мерче. То есть работать на имидж, так сказать. Тут обратная связь нужно. То есть, в этом я хочу добавить в вашем мастер-классе, например, в вашем мастер-классе, компания, например, на ау фон, а у кухня, у меня есть что мы не можем сделать это? Нет. Я не могу. В общем, возможно? Например, в таких участках, если такие, то есть в таких участках, возможно, соответственно, у них участвуют? То есть для вас это, в принципе, знаете, какой плюс, самое главное, что вы организационно не затрачиваете туда деньги, какие-то прям суперусилия. Вам самое главное брендированную какую-то одежду, ну для участия, возможно. Особенно у нас это популярно, когда делают, ну во всяком случае в России, когда марафоны-забеги участвуют в плане спорта, то участвуют различные вообще компании. И вот они свои футболки, ну вот именно с логотипами, с надписями, они все надевают и участвуют в таких забегах. Это просто как пример. Продолжение следует... Лен, если что, могу перехватить и дальше? Перехвати, пожалуйста. Это направление, которое будет у нас тоже стартовать в скорое время, надеюсь. Люди могут получать это в награду за какие-то определенные достижения. Это в принципе всегда приятно. Это в том числе и также это можно будет и в дальнейшем по планам купить. Продолжение следует... 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 Например, когда в определенной студии собираются определенные партнеры, например, лидеры и так далее, собираются именно офлайн, дается, например, какая-то полезная информация, плюс еще также можно какое-то развлечение сделать. И остальных людей, например, со всего Вьетнама подключают в формате онлайн. То есть для тех, кто не может вот к такого рода мероприятиям, знаете, оно своего рода... Ну такое, его можно сделать масштабным, несмотря на небольшое количество тех, которые соберется офлайн, за счет того, что в этой студии можно сделать это профессионально, имея в виду отснять материал, плюс подключить людей остальных. То есть там можно дать тысяча людей подключать онлайн, которые будут слушать, принимать эту пользу, ну и плюс еще, возможно, там какое-то развлечение в плане эмоций тоже так же можно сделать. Да. 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 Следующий по форматам, то есть мы проговорили сейчас те, которые могут быть такими направленными на эмоции. Следующий формат это те, которые направлены на доверие. Это первое, что можем предложить, это образовательные форумы, либо хакатоны. Ну давайте просто будет образовательный форум, дальше объясню под формат какой еще можно выделить. То есть по сути дела это такие форматы, когда можно будет определенную тему выбрать, ну условно, например, это будет касаться финансовой грамотности плюс инвестиции. То есть туда можно будет пригласить экспертов, которые будут людям определенные темы давать, плюс людей, вот почему Хакатон, это такой подформат, людей можно будет делить на определенные группы на таких форумах, где они будут прям сразу отрабатывать на месте практику. То есть таким образом человек не просто там получает информацию такую теоретическую, но плюс еще сразу закрепляет здесь на практике, то есть у него есть возможность все отрабатывать на месте и задать какие-то необходимые вопросы. Так мы тоже получаем на это все отрабатывать, должны быть образовательный deентство. в течение но в течение но в течение делаем что-то в течение вaquя на меня получил новости мы будем кутии но в оптимировании на чехол чехол мимикюшим вам это теперь это некая новости и тут это как как То есть, люди, которые дают, они будут дать их вебинар, и они будут вебинары, и они будут вебинары, и они будут вебинары, и они будут вебинары вебинарх. Таким образом. Следующий формат, ну не то что формат, ну да, формат, который можно рассмотреть, это lifestyle, и плюс по интересам, давайте переведете, потом примеры приведу. Это могут быть, например, какие-то выезды только, например, для женщин с программами только для мужчин, либо, например, если человек увлекается, например, книгами, либо определенным видом спорта, то есть выезды делать только по таким определенным темам, чтобы человек именно в той теме, которая ему интересна, почувствовал других людей. То есть это может быть нечасто. Естественно, это лучше делать офлайн. Какие-то форматы можно предусмотреть онлайн тоже, но когда офлайн человек видит близкого к себе, которому тоже так же интересна эта тема, то тогда люди начинают общаться прям еще больше. Так, так вот. Hình thức này là Đây là những cuộc gặp cỡ Theo sở thích Và khi mà những người có sở thích Giống nhau Cùng trong một cộng đồng công ty Mà được tập hợp lại Và được chia sẻ những sở thích đó Khiến họ gần gũi hơn Và tin tưởng hơn Thì ở đây sẽ Ví dụ như là Ở đây sẽ là Có thể phân chia theo Sở thích như là thể thao Hay là có những người thích đọc sách Субтитры создавал DimaTorzok На следующем формате я не сильно буду останавливаться, потому что я так поняла, что Кэмп проводится, особенно для лидеров, для партнеров, но я думаю, что мы просто с вами потом рассмотрим, что именно программа вы включаете, и возможно на том этапе уже более подробно сможем что-то добавить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще референс-визиты. Какие в первую очередь? Если это будет приемлемо для вашего региона, то можно делать... Сейчас объясню, что такое такой визит. Скажем, это такой визит, как будто бы в гости. Когда вы, например, я могу прийти к тебе в гости и узнать, а как ты, например, как с партнерами работаешь, какие у тебя, например, очень хорошие инструменты, с которыми ты выходишь на них или, например, общаешься с ними, или какие-то мероприятия у тебя классно получаются, ты можешь этим поделиться. Это можно делать такие визиты между провинциями, к примеру, или между лидерскими командами внутри непосредственно вашей страны. Либо у нас тоже есть такая затея делать это между странами. Например, чтобы, условно говоря, вы пошли в гости, например, к Испании узнать, какие у них есть секреты, как они вообще выстраивают свою работу. Или, например, вы сходили и пообщались с киргизами, они тоже рассказали, как они конкретно, точечно, как они решают какие-то запросы, что у них, например, классно и хорошо получается. И то же самое, например, к вам. То есть формат будем пробовать, но он очень интересный на то, чтобы в таком межнациональном формате делать обмен опытом. В таком межнациональном формате, который вы можете изучать эту работу, вы можете изучать эту работу, вы можете изучать эту работу. шахта в этой стране время сделать все училие, когда играть училие together, может быть, три тысячи вlamов, тоже такой срок, или каких-то вредных странах и поисковesy visitать ТС. Умельцы училищные училие и училищенные училищи, училищные качества на и училищах училие. để chúng ta tiếp nhận thông tin và có điều gì mới đưa vào với thị trường Việt Nam. По сути дела, это встреча в пределах десяти человек, когда человек приходит сюда, и по кругу идет обмен опытом. Дальше объясню подробнее. Дальше объясню подробнее. Дальше объясню. Дальше объясню. Первое. Они могут быть под определенную тему. К примеру, у вас есть какая-то очень актуальная тема, например, отработка негатива среди новичков. Понятно, что вы можете взять какие-то материалы, почитать и так далее. Но на такой встрече, когда приходят в пределах десяти человек, например, среди не новичков, а партнеров, которые уже постоянно работают, собрались десять человек. У них у каждого могут быть очень разные инструменты, как они это делают. Есть человек, который модерирует встречу, и он следит за таймингом, чтобы люди укладываясь по времени, для того, чтобы всем было полезно. И дальше получается, что я, например, говорю, исходя из моего опыта, я делаю такие-то инструменты, мне вот это помогает, и, например, я советую, а кто-то, но при этом я говорю, но я не понимаю, вот у меня одна штука в этом вопросе никак не получается. Поделитесь, пожалуйста, вы, другие участники, как вы этот вопрос решаете. И другие люди по кругу говорят, например, какие еще у них решения есть, исходя из их опыта. Человек, выходя из такой встречи, он получает вот прям несколько очень действенных инструментов, как еще он может, например, эту проблему решать. И причем он узнает, что это не теория, что этот человек на своем опыте, на своей практике это эффективно применяет. Поэтому вот такой формат очень эффективный. Потом про следующее расскажу еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как ее хвостов и пакет копия это в муи другом я я я буду я не , я я я я я я понимаю я я . Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Те, которые начинают этот путь. Получается, что этот забег на полтора-два месяца человеку ставится определенная цель, что вам, ребят, нужно сделать результат, нужно привлечь, например, в свою команду людей. И, соответственно, в течение этого времени раз в неделю или раз в две недели происходят такие встречи. И то же самое, тот же самый обмен опытом. Человек приходит, он говорит, вот у меня такая-то проблема, помогите. Другие ему подсказывают. И плюс еще наставник, который ведет эту группу, он тоже подсказывает, как в этой ситуации можно поступить лучше, исходя из своего опыта. И получается, что за эти полтора-два месяца вы не обрабатываете по одному человеку, а по сути дела это выходит десятками, 10 человек можно выпускать. И они привыкли друг к другу, что они могут, в принципе, прийти и спросить друг другу помощи. И плюс еще эффективность работы группы, она выше, чем когда вы по одиночке с ними работаете. Другие. Другие. Важно. Продолжение следует... 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 И если, мне кажется, что если, например, вы не делали это запустить, совместно опять-таки разработать, внедрить к вам программу, то это будет тоже очень эффективно для того, чтобы транслировать информацию. Да, ну, я знаю, в том числе, в том числе, в общем, в том числе, в том числе и в том числе. И если, если мы представители, мы позволим заниматься ману ценности, то мы совершаемащит… В этом плане мы хотели бы развивать это лидерская. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. В этом плане мы хотели бы развивать это лидер. И также то, что вы слышали, мне кажется, тоже будет актуальна тема репутационного манного человека. И то, что я рассказывала про работа вот этих мастер-майндов, то там нужно будет также дополнительно обучение на модераторов, на тех кто будет непосредственно вести эти встречи. Вокна на третий раз, vào следующей серии, на следующей серии, в следующей серии, мы будем делать это программа, все темы, в принципе, то, что очень многие, это то, что было услышно нами по вашим запросам. Постепенно, все это будет, ну, естественно, не все сразу постепенно будем, я думаю, реализовывать. И блог по обучению мы сейчас завершили. Если есть вопросы именно по этому блогу, то тоже можно сейчас. Если мы сейчас говорим о том, что мы хотели сейчас перейти, то все, что сейчас было услышно нами, предложено. Извиняюсь. Тут небольшая задержка, извиняюсь. Получается, что все, что мы с вами сейчас обсуждали, вот важно переложить в какие-то определенные задачи. Что-то я сейчас конкретно проговорю, но важно, чтобы вы тоже подключились и на основе всего услышного, для себя тоже выделили какие шаги в ближайшее время вы вообще в целом видите. Продолжение следует... 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 Так же, опять, если говорить про систему, то важно выработать вот эту единую систему по контент-плану и в мессенджерах. Также получается, что внедрение Инстаграма у вас как дополнительного канала, это мы предоставим. На мой взгляд, нам с вами совместно нужно будет выработать исходя из того, что у вас есть и то, что мы предложили, общего, единого системы в обучении. Но, из важного тоже, это по степенный переход на Телеграм. Сейчас уже, я думаю, что подключайтесь голосом, то, что важно, вы хотели бы выделить в необходимых задачах. Мадин, добавь, пожалуйста, что сейчас будет запуск платформы на вьетнамском языке 25 февраля. И на сайте будет стоять ссылка на инстаграм вьетнамский. То есть мы туда сделаем трафик и в управление вам его дадим. И на сайте будет стоять ссылка на инстаграм. И на сайте будет стоять ссылка на инстаграм. Ну дальше я передаю слово, чтобы подключились. И что для вас важного выделили? Чтобы вы поделились. и 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 Продолжение следует... То, что вот это обучение по содержанию будет похожее на платформу, которая будет, или в чем отличие будет? То, что сейчас у вас будет в первую очередь запускаться на платформе, это будет базовое обучение. Это, скажем, для новичков, которые хотят развивать свои команды. И плюс еще получается, что да, платформа будет постепенно дополняться новыми курсами. И будет некоторое отличие. То есть мы периодически, но особенно все, что касается лидерской, именно лидерского обучения, то скорее всего это будет в живом формате. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это будет встречи там Онлайн, да, через Zoom, например А вот там платформа Это то, что Мы будем Слушать Или смотреть Где-то В видеоформате Да, это видео Да, ну это платформа А уточните еще вопрос Они бы хотели Оффлайн обучение для лидер Для лидерской команды Вы имеете в виду оффлайн это вообще, это встретиться где-то с иностранным специалистом? Да, если, допустим, к ним бы приехала команда спикеров, например, там, два-три человека, которые бы проводили, ну, и собрать, допустим, недельное, трехдневное, недельное обучение в оффлайне, или им все-таки удобнее в онлайне? Да, 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 да. Не могла, что можно такое, ну, можно такое организовать, то есть это было бы прекрасно, если бы вы смогли приехать и сделать мероприятие в Вьетнаме. Хорошо, отлично, мы тогда пишем в план, согласовываем с компанией, если все получается, то организовываем этот проект с удовольствием приедем. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. và cũng đào tạo cũng đào tạo даже в том, что в теме, в том числе поделить и что вы говорили как над которым поискоток как обещает, что насилие в том числе, как обещает, что также наших работ работают мы с этим живем и я вам решила и я сотрудникам и я сотрудникам и я тоже сотрудникам и я сотрудникам В принципе, я очень ссор злой, я очень ссор злой, потому что когда вытаскиваете, мы тоже должны стараться в том числе. У меня также очень ссор злой, я не знаю что, я тоже и занимаюсь в том числе, но я также занимаюсь в том числе, в том числе, я не знаю, как я для нас для меня внести внести с в в которые уже смог создать как бы свой бренд из лидеров это например команда 3 называется прям название есть тратить стратегия например и они ездят по провинциям у них вот они развивать стратегия стратегия копания есть и бренд уже как они везде будут программы свои делать под названием успешных бизнесе и она сейчас переживает что вот это обучение лидерская ну и там будут тематика темы до будут затрагивать такие же как мы сегодня перечисляли и она переживает что вот она одна из одна из главных участников в команде успешный путь если будет обучение еще от компания она еще думать может быть тогда надо как-то совместить интегрироваться чтобы они там или компания как бы с ними и по проектам успешный путь продолжать там компания или или как-то будет бренд от компании именно по беру приятен и она не знает как тогда ей быть чтобы быть активный тут и там учет в ответ я не могу а я не знаю я не знаю как тогда я не знаю как это создавать это в доме я не знаю как это обучение и там еще у меня значит что ты ты не знаешь что это есть где-то здесь есть где-то и поддержку джек и заработать что у меня нет чекопера и Я бы хотела, это то, что отдача полная, когда мы делаем какое-то мероприятие. У меня туда тоже время уходит. Я одна из главных лидеров там, и хотелось бы, и потом эти команды у нас уже существуют давно, и мы уже ведем такие мероприятия. А сейчас получается, и от компаний выйдет обучение, в котором тоже надо быть активно и участвовать. Может быть, у вас есть какое-то предложение, чтобы сэкономить это время и получать эффект. И дублировать. Да, чтобы время не терять туда сюда. Посмотрите, вообще, в целом, на самом деле, это, мне кажется, такие детали, которые в любом случае нужно будет обсуждать. То есть это не все зависеть будет от нас, от нашего решения. Поэтому, ну, я ее поняла, запрос тоже поняла. Ну, как будто бы не так видится, что, в принципе, можно, я думаю, каким-то образом синхронизировать и согласовать. Но, опять-таки, детали будут зависеть не только от нас. Поэтому, скажем, вопрос пока в подвешенном состоянии побудет. Но я думаю, что мы просто, когда мы приступим именно к разработке системы, то все это мы как раз таки учтем. Ну, я понял вопрос о вашем вопросе. Ну, я думаю, что сейчас все проблемы с этим занимаются в процессе, мы тоже занимаемся в процессе. Мы тоже занимаемся в процессе для развития. Это важно biz мать и оборачиваются в процессе до tadi. То это формат, ну, в процессе, мы только рассказываем professional life. Мы тоже занимаемся в процессе, мы можем проверить свои наг slides, а, да, если есть польза организации и нам разных конку mortality, мы Metal 있습니다 – точнее гидж threat��은 В процессе. Сейчас мы смотрим из исследования, spelled horizontal на mute, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Tôi nghĩ là đây cũng không phải là vấn đề rồi Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không phải là vấn đề lớn Ví dụ như là ở một số công ty họ vẫn làm là vẫn có biểu tượng của công ty Có logo của công ty có logo của công ty nhé Ví dụ hay là đằng sau hay trên cánh tay này có thể ghi thêm cái thương hiệu của mình chẳng hạn Thương hiệu của đội ngũ mình Vâng như là các phòng ban đúng không phải là giải pháp mình vẫn có thể đóng góp được cái thương hiệu của để cho mọi người nhìn thấy là trong công ty này có cái đội ngũ như thế này Vâng 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 như thế này по этому направлению, для того, чтобы мы непосредственно, в первую очередь, не молчали. Лидер команды коммунистейнджер, по сути. Да, 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 по этому направлению. Лидер команды коммунистейнджер, по сути. Лидер команды коммунистейнджер, по сути. Мадина, надо сказать про материальную мотивацию? Ну, я думаю, да, обозначить, что это обговариваемые условия в любом случае. Ну, ты скажи, да, потому что мало ли, может, они думают, что это все бесплатно. Нет, давай, давай ты как руководитель, пожалуйста, проговори правильно. Да, переведите тогда по пути материальной мотивации. То есть, та команда, которая будет работать именно по линии коммунистейнджмента, у них будет материальная мотивация, которому мы будем... Да, 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 да. То есть, мы получим все условия, все что нам нужно сделать, то есть, что мы будем делать, что мы будем делать. Можно официально это не оформлять, то есть, у нас коммунити менеджеры Латинской Америки, там... Европы официально, ну, как бы не оформлен, но получать зарплату через личный кабинет. Да, да, да. То есть, эти коммунити менеджеры, которые у нас уже работают 9 человек, они также партнеры компании в своих странах. Сейчас у нас есть 9 сотрудничества в компании, которые получают от компании, и они также также были сотрудничества. Но они также также помогают нам еще для работы в компании. Компания будет выбирать волонтеров или мы обсуждаем и решаем между собой выбираем одного человека. Мы вам это сообщаем и уже в общем чате мы смотрим, какие условия, какая зарплата. Смотрите, вы выбираете несколько комьюнити менеджеров, сколько вам нужно. То есть, ну, допустим, вы реально смотрите, что у вас там сколько-то регионов, ну, там Ханой, Нячанг и так далее. И вы, ну, как бы сами понимаете, что вот здесь нам нужны комьюнити менеджеры. Здесь, ну, там, допустим, пять, и один у них лидер, ну, типа шесть. Ну, условно я сейчас говорю такую цифру. И этих, и они сами внутри команды у себя отбирают, либо если сами так не могут, мы поможем сделать отбор тех комьюнити менеджеров. Это не один человек. Один человек должен быть лидер. Соответственно, у него побольше зарплаты. Комьюнити менеджеры несколько. Ну, в общем, тут уже нужно понять сколько их нужно по потребности. Комьюнити менеджеры несколько. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Важно, я знаю, что сегодня не все присутствуют здесь и поэтому нужно время чтобы решить но все-таки я думаю что исходя из статически вы нам предоставите ваше видение да и мы потом уже создадим отдельную группу и и уже эти цифры уже со своим опытом тоже сможем определить сколько какое количество нужно а может быть есть волонтеры которые очень хотят этим заниматься тут нет и они бы хотели высказать тоже свое мнение поэтому давайте если вы согласны со мной то ждем цифры и потом дальше дальше уже совершенно согласны все все что мы сейчас делаем как от компании да это на усиление нашего сильного региона вьетнама то есть мы сейчас работаем с топ 10 странами для того чтобы усилить слава и я еще хотел сказать что то есть И сегодняшняя встреча, надеюсь, и для вас тоже результативная прошла. Мне кажется, что мы очень много хороших моментов выявили и, в принципе, конкретных инструментов, которые можно для вашего региона применять, внедрять. Хочу спасибо сказать и за активность, за то, что пришли на эту важную, мне кажется, встречу для развития вашего региона дальнейшего. То, что я и говорила, то, что я фиксировала в течение сегодняшней встречи, я оформлю в отдельный документ. Мы его переведем, и дальше я уже скину группу. Ну и, соответственно, записи встречи тоже, я думаю, наверное, для тех, кто не был, возможно, будет полезно тоже. Тоже предоставим. Và bây giờ, một lần nữa, tôi muốn cảm ơn тất cả những bạn, những thành viên đã có mặt ngày hôm nay. Tôi nghĩ là buổi gặp hôm nay đã mang lại, đã có hiệu quả, và chúng ta đã nghe thấy nhau, nghe lại ý kiến của nhau. Và tôi cũng đã có cơ hội chia sẻ những ý tưởng mà công ty muốn thực hiện trong thời gian tới. Tất cả những thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận trong cái bản ngày hôm nay, thì tôi sẽ cho dịch và sẽ gửi vào chat chung, cũng như là buổi gặp hôm nay. Có lẽ là tôi cũng sẽ đưa đường link để các bạn có thể đưa cho những người mà không có mặt được trong buổi hôm nay, nghe lại những buổi gặp này, và cũng có thể ghi chép được những điều bổ ích cho đối với mình. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok